Привет всем! Меня зовут Светлана Янова. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хотела бы сделать для вас обзор крупной покупки одной. Это будет кроватка для малышки. И сегодня мы будем с вами обустраивать эту кроватку. Так что не переключайся, впереди все самое интересное. Выбрала я достаточно популярную модель. И сразу ее приметила в начале беременности. Но кроме этого, мы с мужем все равно ходили в магазин, смотрели. Искала я еще информацию в интернете. Но ничего подходящего для себя я больше не нашла, кроме как вот этой кроватки. Это кроватка Happy Baby, Mami Lux. Мне очень нравится ее дизайн. Она очень стильно смотрится в комнате. Так как я франат минимализма, эта кроватка мне визуально очень понравилась. Ее мы покупали с Авито, но она почти новая. Что я хочу про нее сказать? У нее очень хорошие качества. Мне очень нравятся вот эти вот деревянные вставки, как они смотрятся. Она одна колесиком, которая фиксируется. То есть ее можно перевозить по комнате. Еще что мне в ней понравилось, это то, что она приставная. Вот эти две штучки для того, чтобы приставлять кроватку к кровати. Правда, я не знаю просто, какой у нас будет сон. Совместный или раздельный, или совмещенный. Пока что я этого не могу предположить. Вот эта вот рамочка снимается, чтобы можно было приставлять кроватку к кровати. Вот эти вот штучки вот раскручиваются. Сейчас вам покажу даже. Вот так вот она снимается. И вот эту сторону я хочу приставлять к кровати. Из плюсов у нее еще есть маятник. Он продольный, то есть скачается она вот так вот. Но он пока что отключен. Его можно включать и отключать. На двух боковых сторонах, вот на этой и на другой стороне, у нее есть вот такие вот еще силиконовые накладки специальные. Сейчас я вам тоже покажу. Вот такие вот. Это специально для того, чтобы когда у ребенка начнут резать зубки, он на этих накладках их точил. Да, я думаю, то что, скорее всего, он будет по всей кроватке это делать. Так что, не знаю, полезные они будут или нет. Но посмотрим в деле. Так как это мой первый ребенок и моя первая кровать для неврожденных, я еще не знаю, как она будет на практике, сколько она прослужит. Еще по характеристикам мне очень понравилось то, что она может раскладываться до трех, пяти, семи лет, ну, смотря от роста ребенка. То есть ее можно трансформировать на ребенка побольше. Примерно до семи лет. Ну, как написано в характеристике кроватки. Вот это вот положение у нее может быть на трех уровнях. Сейчас она вроде как на самом высоком уровне стоит у нас. Может быть еще ниже. Выше вроде как может быть не может. Но я еще точно не разобралась. Но вроде как это самое высокое положение. И еще вот эта вот штукенция, она наклоняется. Это очень удобно, когда ребенка покормлюсь. И можно положить его в наклонившееся положение. Мы же спим на подушке, а оно будет просто небольшой наклон получается. Матрасик ортопедический идет к этой кроватке со съемным чехлом. Так, сейчас про минусы. Минусы в том, что на этот матрас идет отдельная простыня. То есть она нестандартного размера. 100 на 70 вроде как и 90 на 70. Еще, когда приставляешь кроватку к кровати, она приставляется не до конца. Потому что вот эти вот вставки, они выпирают немного. И получается они мешают кроватке приставиться тот номер. Но для этого можно положить что-то посерединке. Какое-нибудь полотенце или, я не знаю, плед. Чтобы ребенок не провалился в дыру. Не самая низкая цена, я бы сказала. Она достаточно дорогая. Но мне очень нравится. Дерево у нее очень быстро обдирается. Вот это вот качество. Материал, то есть, очень такой деликатный. Нужно быть с ней аккуратнее. Потому что она очень легко может поцарапаться. Но вроде я вам все рассказала про нее. Все, что я знала. Идем дальше. Я тут уже все приготовила для оформления кроватки. Сейчас будем с вами все это устанавливать. Я заказала вот такую простынь. Вот такая простынь непромокаемая. Она идет под вот эту вот простынь. Это у нас мобиль. Держатель для мобиля. И вот такие вот бортики для кроватки я выбрала. Сейчас с вами все будем устанавливать. Это все пока что мы вытащим. Вот сюда положим. Вот такой автоматрасик. Сейчас его будем даже распаковывать. И наконец-то мы его распаковали. Вот так вот он выглядит. Такой белый. Очень мягкий. Хлопковый. Качество очень приятное у матраса. По бокам вот такая вот сеточка идет. По всему матрасу. Здесь он расстегивается. Снимается. И стирается. Вот так вот он выглядит внутри. Сейчас будем надевать вот этот простынь непромокаемую. Под простынь, который будет на верху. Надевается он вот так. Дальше надеваем вот эту обычную простынь на резинке. Так, все, мы надели простынь. Она не обменяется. Она не обменяется. Но я ее еще у тебя проглажу, чтобы смотрелось по-лучше. Все, кладем матрасик в кроватку. И он будет уже у нас готов. Полностью комплектован. Сейчас я приделаю обратно вот эту вот штукенцию, чтобы она уже здесь стояла. И закручиваем. И закручиваем. Сейчас все готово. Вот так вот у нас выглядит матрасик. С простынью. Дальше у нас идут вот такие вот бортики. Я купила облачка. Они мне очень понравились. Визуально. И сейчас их будем завязывать. Потому что они не завязочка. Это специальные бортики от Happy Baby. То есть подходящие к кроватке. Начнемся. Давайте мы с вами ее повернем, чтобы было удобно завязывать бортики. Вот так вот она, кстати, едет. Вот эту сторону я не буду завязывать, потому что здесь будет лежать малышка. С этой стороны, наверное, будем прицелять кроватку. Поэтому только с трех сторон. Раз, два, три. Начинаем. Первый бортик готов. Идем дальше. Второй бортик тоже готов. И остался последний бортик. Все бортики мы привязали. Ставим кроватку обратно. Вот так вот она у нас будет стоять. И с этой стороны можно класть малышку. Еще, кстати, кроватка эта понравилась тем, что она компактная. Так как у нас в спальне небольшая комната. И вот в дальнейшем она может разложиться до семи лет примерно. Мне очень нравится. Очень классно все выглядит. Дальше у нас идет держатель для мобиля. И сам мобиль. Сейчас мы будем их тоже устанавливать. Чтобы уже было все готово по моему приезду. Так что начнем. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот держатель деревянный. Для этого у нас был держатель пластиковый. Так как мы заказывали весь мобиль, весь набор на заказ. И он был пластиковый. Пластиковый держатель нам вообще не подошел. Потому что мы попробовали к нашей кроватке прицепить. Он весь шатался. И мобиль висел очень низко на этом пластиковом держателе. В общем, он нам не подошел. И в итоге, я думаю, хотела получше затянуть. Но славал. И вот пришлось заказать деревянный. Но я думаю, что он намного лучше. Он будет держать лучше. И... Ну, сейчас посмотрим. Сейчас я позову мужа. Чтобы он приделал держатель. И уже повесим огни. Вот так вот у нас все получилось. Сейчас мы будем ее прикручивать. Вот эту штукенцию. Кроватке. Вот так вот у нас получился установить держатель. Здесь мы еще и делали драпчики, чтобы не поцарапать кроватку. Сейчас будем вешать мобиль. Вот такой вот красивый у нас мобиль. Будем установить музыкальную вот эту штукенцию. Ее тоже сейчас повесим. Она крутится. И она музыкальная. Вот так у нас все получилось. Мне все очень нравится. Очень все красиво. Все очень стильно и эстетично. Сейчас я его включу и покажу, как она работает. Включать она вот здесь. У мобиля есть 30 нодей. И она крутится. А еще она горит. Сейчас. Вот. Мне все очень нравится. Пишите, как вам. Теперь ждем малышку. Надеюсь, вам понравилось это видео. Оно было для вас полезным. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайк и пишите комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok